Здравствуйте! Это программа служителей. Я Дмитрий Кошлев. Я Анастасия Агонян. Александровский район, село Лукьянцево, 12 километров до Александрово. Именно здесь расположена Богородица Рождественская, Свято-Лукьянова, мужская пустынь. Пустынью она называется, потому что место это пустыны даже для 21 века. С монастырем нас взялся познакомить послушник Игорь. Когда-то он жил в Москве, работал юристом в крупной компании. А не так давно пришел к Богу и решил посвятить жизнь служению. Местом спасения от мирских соблазнов Игорь выбрал Лукьянову пустынь. День рождения монастыря – 28 августа 1646 года. В этот день патриарх выдал преподобному Лукьяну указ об основании на этом месте мужской обители. Преподобный Лукьян является сыном праведных Дмитрия и Варвары, которые жили в Костромской губернии. У них долгое время не было детей, и они в свое время дали обет Господу Богу о том, что если у них родится сын, они готовы будут принять иноческий постриг. Молитвы супругов были услышаны, и вскоре у них родился сын. Когда мальчику исполнилось 8 лет, его отец, праведный Дмитрий, решил стать отшельником. Сын ушел в пустынь вместе с отцом. Так будущий преподобный встал на иноческий путь. Преподобный Лукьян принял иноческий постриг. Мировой его звали Ларион, он принял постриг с именем Лукьян. Его послушание было здесь связано с восстановлением обители. На этом месте трижды являлась чудотворная икона Рождества Престой Богородицы на воздухе. Она была замечена. Список иконы в настоящее время хранится в Богоявленском храме. В годы безбожия Богоявленский храм, как и многие другие, был разрушен. Но сейчас вновь действует. А вот храм Рождества Престой Богородицы до сих пор находится в запустении. Вот как вы видите, на северных и южных сторонах внутри храма сохранились фрески икон. Я думаю, это 17-18 века. Стены выполнены, построены из прочного строительного материала, состав которого, насколько нам известно, добавлялись такие компоненты, как яйца, мука. И порой, когда мы проводим даже работы по реконструкции, очень сложно совершить надлом или совершить какие-то работы по реконструкции. Вот в этой части храма расположен выход на колокольню, но ширина у него не очень позволяет попасть туда, поскольку он очень узкий, я даже не представляю, как по нему можно было в то время подняться на колокольню. Богородица Рождественский собор поражает объемами, имеет просторную галерею по всему периметру. Братья надеются с Божьей помощью в ближайшее время его восстановить. Перед Богорянским храмом расположена часовня преподобного Лукьяна, которая была построена жителями в 18 веке. Но в 1926 году она полностью разрушена большевиками. В недавнем времени, в 1991 году, на этом месте были произведены раскопки археологами, и были найдены мощи преподобного Лукьяна, и обретена честная глава. Мощи в настоящее время хранятся в раке, в Богоявленском храме, а от часовни осталось только крыша. В Богоявленском храме между двумя пределами находятся нетленные мощи святого. Братья ежедневно совершают молебны преподобному Лукьяну. Но мощи – не единственная местная святыня. С правой стороны Богоявленского предела находится та самая знаменитая икона Рождества Пресвятой Богородицы. Список иконы, по явлению которой на том месте, где она была явлена, был построен храм, в котором мы были ранее своими. Этот список иконы сохранился чудом, она претерпела много пожаров, чудом была сохранена. Бывает мнение о том, что она была написана в 17 веке еще. Икона сохранилась, а вот некоторые строения пустыни утеряны безвозвратно. Например, один из братских корпусов. Он находился в северной части обители. Разрушена надвратная часовня. Ограду вокруг монастыря когда-то украшали семь башен. Сейчас осталось только четыре. Это вот был у нас игуменский корпус. А надстройка этого белого кирпича тоже уже в советское время, когда здесь была больница. Какая? Ну, дом для престарелых, инвалидов. Примусть. На самом деле это как бы дом, психиатрическая больница была. Вот, это вот исторический братский корпус. Здесь тоже была, ну, там палаты были, врачебный корпус. От былых времен на территории монастыря остался пруд. Неграфский, монашеский. Пруд этот вообще-то такой резервуар, скажем, емкость для сбора воды. Это не в том смысле пруд, который ключей там нет. Ну, чтобы с территории стекала вода. Но исторически в описании там сказано, что пруд, там был садок для рыбы. Братья питалась. Все-таки рыбка здесь была. Вот. Но у нас еще не хватает сил и средств заняться его очисткой, его строением. Зато у нас там есть живность. У нас две уточки и селези там живут. Они домашние или дикие? Они дикие, но мы их на зиму определяем на скотный двор, чтобы они здесь не замерзли. А, то есть они уже привыкли к вам? Сами даже туда? Да, да. Не боятся? Пруд – это так, для души. Организовал игумен маленький, но собственный скотный двор. Всего семь коров. Зато молоко насельники пьют исключительно свое, экологически чистое. Если есть молоко, стало быть, у них должны быть и телята. Есть. У нас сейчас, значит, в этом году вот телочка родилась. Мы ее называли Веснушка. Вот. И два бычка. Весной, потому что родилась? Ну да, в начале весны. А одного бычка назвали Кекс, а другого назвали Праздник. Ну так, чтобы немножко, когда все повторяется, неинтересно. Ну да, братья придумывают всякий раз интересный. Но вот здесь у нас такой мы попробовали разбить плодопитомник. Разный у нас будет, скажем так, ну смородина, там другие такие культуры. А что значит плодопитомник? То есть вы будете собирать ягоды? Нет. Это мы, значит, высаживаем, вырастили вот рассаду, скажем так, и уже немножко продаем. Люди уже, у нас, ну на сайте есть информация. Так мы, как бы, объявление даем. Вот в этом году уже люди приезжают. Ну так. Решили таким. Всегда в монастырях было какое-то делание. Скажем так, выживать приходится своими трудами. Особо сейчас рассчитывать на какую-то помощь, но не приходится. Поэтому думали-думали, там, чем заняться. Ну вроде животноводством тоже это огромные силы и затраты. И люди, которые бы знали и могли бы, как бы, трудиться на этом поприще. Ну, пасеки, да, рыбная ловля. Рыбной ловли у нас нет. Пасека есть своя. Где? Ну небольшая. Но она не здесь, на стороне немножко. Здесь была на территории, но ее на лето вывозят. Это вот занимаются этим всем трудненькие или... Нет, а здесь у нас, вот, на плодопитомнике человек профессионально. То есть, ну, женщина, она работала в тепличном комбинате, цветами всю жизнь занималась. Вот сейчас она, как бы, в свободное время решила... Вы цветочками увлекаетесь? Банны? Я нет. Я человек технический. Больше можно так сказать. Ну, и им, как бы, хорошо, и нам помощь. Наша земля, их забота, скажем так. Ну, ребята наши все помогают, то есть участвуют. Понятно, да. Подготовка земли и все такое прочее. Это не только здесь, это у нас. Вот там еще поле перед оградой и за оградой еще. Вот. Вы богатый землевладелец. Ну, можно сказать и так. А потом, знаете, как есть земля, ну, грешно ей не пользоваться, да, то есть чтоб она простаивала. Как правило, в женских монастырях вот такое земледелие развито, сельское хозяйство. Да нет. Не очень. Да нет. Не обращал внимания. Нет, есть полно монастырей и мужских, которых своя земля. Наверное, личные отношения, да, надо к этому. Если хочешь заниматься, будешь заниматься. Нет, нет, вот братья, говорю, ну, братцы, давайте вот, что посеем, то и пожнем. Зато это же вот своими руками, это же важно, ценно. И так как-то вот раз, два, три люди уже сейчас, ну, как-то с понятием к этому относятся. Ну, не ропчут. Есть, конечно, такие вот, которые совершенно не хотят на земле работать. Привыкли уже, все за деньги можно купить, но это, конечно, неправда. Ну, а за деньги все не купят. Молитва? Безусловно. Молитва, вообще, центр жизни, вот наш, это, конечно, в храме. У нас день начинается с молитвы. Молитва сопровождается, и молитва заканчивается. Вот. И труды, это, скажем так, не главное, такие вот физические. Прежде всего, конечно, молитва и духовное делание. Я вот, как бы, считал по времени у нас, знаете, вот, оно все как-то так равноценно. И труд, и молитва, вот, все в меру. И не сказать, что у нас там даже и не 8 часов, скажем так, трудовой день. Почему? Потому что есть храмовая молитва общественная, вот, где братья собираются вместе. Ну, есть еще и келейная молитва. Это тоже важно и ценно. Чем, может быть, вот, в монастыре отличается от прихода, то, что монашествующие, они все-таки, вот, эта, молитва, она везде впереди. Все говорят, молитва в устах, а, как бы, дело не в руках, да, труд. Ну, так ведь не каждый человек способен подняться в 5 утра и идти в храм. Ну, поэтому мы, как бы, у нас это все на добровольной основе. Приходит человек, просится в монастырь, мы ему объявляем, вот, у нас такие условия, такой распорядок. Вот, если поживи, попробуй. Если тебе это подойдет, если ты это выдержишь, вот, и тебе, ну, посчитаешь нужным и полезным, пожалуйста, оставайся. Если нет, ну, тогда мы, как бы, мирно сошлись, мирно и разойдемся. Действительно, не каждый же человек может понести этот труд. Потому что обычно люди, как, приходят из мира, и они, ну, некоторые, если честно, даже представления не имеют вообще, ну, о жизни церковной, только внутри церковной. И когда они узнают такие вот вещи, они, ну, так, удивляются. Ну, что они там, ну, пришли, попели. Ну, да. Пришли, да, ничего не делали. У станка не стоят. Ну, знаете, когда человек переступает порог храма, он с чем? Он с таким торжеством сталкивает. То есть, богослужение – это торжество, это праздник для души. И вот, а когда пришел и смотрит немножко такую другую сторону жизни, то узнаешь, что здесь не все так просто, не всегда праздник. Между праздниками бывает и такая рутина. Вот, надо вставать, надо заставлять, надо убирать вот эту территорию, собирать в порядке. Потом надо, у нас же ведь, знаете, большая семья. Вот, кто-то службу правит, кто-то кушать готовит. Кто-то за скотиной ходит, кто-то вот в огород, кто-то технику. Какое послушаем, да? Ну, да. А есть такие моменты, когда мы все вместе собираемся и все это делаем. Богослужение – это, она, конечно, основная часть, но, скажем, человек приходит в монастырь зачем? Если просто механически служить, ну, это, наверное, как бы даже не очень правильно. Вот, потому что мы Богу служим не только в храме. Мы вот, как бы, между службами тоже служим Богу. А чем? Трудами. Вот преподобный пришел сюда, на это место, и масса таких примеров начинает с преподобного… Ну, еще раньше, это преподобный Сергий, Серафим Саровский, там, Киво-Печерский, все святые привыкли, там, ну, много-много. Они приходили одни спасаться, но, как Господь сказал, что невозможно укрыть светильник внизу, все равно он будет светить. И поэтому к ним начинали собираться люди, которые тоже жаждали спасения души. А как? Надо было трудиться. Вот они с чего начинали? Было место глухое, болотистое, лес. Был один храм деревянный. Они это все корчевали. Вы имеете в виду, вот, правильно? Да, да, но они же работали, трудились. Если бы они только молились, то, ну, и чего дальше? Ну, так бы и жили. А потом надо, вот, собралось сообщество, братство. Уже надо что? Надо их одевать, обувать, кормить, питать. Вот, службу править и все такое прочее. То есть надо, что? Труды предлагать к этому всему. А потом жилище. Одно дело землянка или там деревянная избушка. Потом уже построить корпус. Или уже храм не удовлетворял деревянный. И спросили благословения. Этот, значит, убрали деревянный. Построили каменный, теплый. Вот для того, чтобы он был теплый, надо дров заготовить. Надо человека поставить, чтобы он эти вот печки там топил. И все такое. Храм надо, его же надо в чистоте содержать. Ну, да. Он же требует тоже каких-то трудов. А на приходе там же бабушки в основном. Ну, а мы здесь все своими силами. Вот. Так что здесь всем хватит трудов. Не зря святые отцы выбирали для спасения пустынные места. Такие, как Свято-Лукьянова мужская пустыня. Хорошо здесь, Настя, да? Хорошо. Новый рассказ о служителях на следующей неделе в тот же день и в то же время. До свидания. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова